Врач, психолог, повар и даже массажист воображения школьников разыгралась. А ответ был прост – учителем. Екатерина Тимошпольская преподает литературу, русский, английский и французский языки, а в свободное время пишет рассказы. Шутит, книги для нее, как дети. Каждый год рождается новая. Первая вышла в 2015-м. Я позиционирую себя как все-таки учителя, который пишет истории для детей. И у меня это получается, мне это очень нравится. Мне стало как бы тесно находиться в роли только учителя. Захотелось записать те безумные истории, коих у меня очень много, как у учителя. Ну не пропадай же добру, подумала я. И решила написать веселые истории для детей. Есть у Екатерины Тимошпольской трилогия, посвященная учительнице Кате Ершовой. Автор предупреждает – все имена в ней настоящие, а вот истории нет. Например, однажды героиня предложила ученикам принести в класс домашних питомцев. Так в школе появилась крыса Игорь, которая совершила дерзкий побег из клетки. На столе стоит зауч. Поджимая вот так вот ноги, уже готовить закричать очень сильно. Вот здесь, перед ней, смотря на нее своими холодными красными глазками, сидит Игорь. Игорь, жених, тоже вбегает. В общем, там такой переполох. Вы себе не представляете, Екатерины Михайловичу не уволили. Но дети, они ее так сильно любили, что свою учительницу отстояли. Детский смех, нескрываемый восторг и самое главное – интерес к литературе. Пожалуй, это и было главной целью встречи одинцовских школьников с детским писателем. Хотя Екатерина Тимошпольская говорит, что есть задача поважнее – помочь детям разукрасить яркими красками ученические будни. Это ребенок, вообще человек такой, который всем и все должен. Должен хорошо учиться, должен хорошо себя вести, должен делать уроки, должен ходить заниматься спортом, должен, 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 должен. А что же он может сделать? И вот мне кажется, что нужно оставить детей, наконец, уже в покое хотя бы на время и позволить побыть им детьми, побыть им счастливыми хотя бы вот в этот начальный период обучения в школе. С этой встречи в Одинцовской библиотеке номер один началась неделя детской книги. Организаторы обещают, она будет насыщенной и интересной. Таким образом, хотят увлечь подрастающее поколение чтением. Сейчас дети очень активно посещают библиотеку, особенно если учесть, что мы их сюда приглашаем. И приглашая, мы иногда не справляемся с тем наплывом, который действительно хочет сюда к нам попасть. Потому что приглашаем бывает один класс, а заявляется несколько желающих классов. И мы очень рады, потому что мы воспитываем вот это новое поколение, воспитывая, показываем, что здесь у нас современное пространство, что здесь у нас здорово, интересно. Интерактивные программы, мастер-классы и, конечно, творческие встречи. Юные читатели библиотеки вспомнят произведения Чуковского, Андерсона и познакомятся с современными писателями в рамках недели детской книги. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».